Привет, привет, мои дорогие! Я очень долго готовилась к этому видео. На самом деле, к этому видео я, наверное, шла всю свою ютубовскую жизнь. Я вам сегодня расскажу про те покупки, про те вещи, которые я купила только под влиянием ютуба. Если бы не было ютуба бесконечных видео, я бы, наверное, никогда не дошла до покупки тех вещей, о которых я вам сегодня расскажу. И самое главное, я вам расскажу, понравились они мне или совсем не понравились. Для чего-то между нету. Мне продукты либо очень понравились, либо не понравились совсем. Итак, если вам интересно, что именно я приобрела под влиянием рекламы на ютубе, то смотрите это видео. Итак, начнем. Начнем с самой главной покупки под влиянием ютуба. Я на ней не буду очень долго останавливаться. Эту коробочку вы знаете абсолютно все. Это палетка Naked. И именно первая Naked. У меня в арсенале есть только первая палетка Naked. Я не стала тратить ни время, ни деньги на вторую и третью палетки, потому что там цвета мне абсолютно не подходят. Розовинка мне не идет ни в какую, но зато этот коричнево-золотой, который присутствует в первой Naked, мне подошел на ура. Я на самом деле не знаю, что бы я делала без этой палетки. По секрету вам покажу, как она у меня уже выглядит. Уже без глаза, замученная, тыкала я тут пальцами, ногтями, нечаянно что-то вывалилась, что-то потерялась. Но это потрясающие тени. Качество, цвет, яркость и то ощущение праздника, которое эти тени создают, не может сравниться ни с чем. Так что огромное спасибо Urban Decay и огромное спасибо YouTube, который мне познакомил с этой потрясающей палеткой Naked. Первая и самая главная, наверное, покупка это именно она. И я этому безумно довольна и рада. Покупка номер два. Tangle Teaser. Это вот эта расческа, очень знаменитая, которая расчесывает спутанные волосы, которой можно расчесывать мокрые волосы. Я сначала была от нее в восторге. Мне она очень нравилась, мне она очень подходила. Но потом я что-то не поняла, почему я от нее в восторге и почему она же мне так сильно-сильно понравилась. У меня прямые, практически не вьющиеся волосы, у меня не так много волос, у меня нет кучеряшек, у меня нет каких-то проблем, у меня нет химической завивки. И почему мне нравилась эта расческа, я не поняла. Она обычная щетка, детская щетка, которую можно купить в любом детском магазине. Если бы у меня были мелкие-мелкие кучеряшки, тогда это была бы необходимость, это была супер главная вещь, которой я расчесывалась. Поскольку у меня не проблемные волосы, я абсолютно бесполезно потратила деньги. Так что вторая покупка под влиянием ютуба, это Tangle Teaser, который я больше не куплю никогда. Продукты номер три, тоже под влиянием ютуба. Вот такие вот телефонные провода. Это резиночки, резиночки NVIDIA Bubble, о которых я впервые узнала на ютубе. И я счастлива, что я с ними познакомилась. Это отличный вариант, чтобы держать свои волосы в хвосте, но чтобы они никогда не ломались и не выдирались. С тех пор, как я начала пользоваться NVIDIA Bubble, и именно NVIDIA Bubble, а не другими резинками, похожими, например, из-за чендема, у меня волосы перестали ломаться, перестали появляться вот эти заломы дурацкие. Раньше, когда я пользовалась обычными резинками, я делала хвост и прям видела, как волосы начинали стечься именно оттуда, где держалась резинка. Теперь такого нету. Я счастлива, что я познакомилась с этими NVIDIA Bubble. Четвертая вещь. Это вот такой Lachox, Lachox Vini Luxe, о котором я слышала много позитивных, положительных отзывов. Я тоже сначала в него влюбилась, мне тоже сначала показалось, что он действительно держится очень долго. На ногах он держится очень долго, на руках он не держится долго. Я уже пользовалась с базой, я уже пользовалась без базы, я уже пользовалась с покрытием, без покрытия. Сейчас вообще, как только я им не экспериментировала, на руках вот этот красный Vini Luxe у меня совсем не держится. Он у меня точно так же на кончиках, он у меня точно так же стирается на кончиках, как любой другой лак. Я поддалась рекламе на YouTube, купила Vini Luxe, но больше я его не стану покупать. Еще две вещи, от которых вы сейчас будете охать и ахать, но я не стану их больше покупать. Это вот эти два продукта, легендарных продукта от Nars. Это бронзер в оттенке Laguna и это румяна в оттенке Orgazm. Мне они не подошли и мне они абсолютно не нравятся. С бронзером еще более-менее хоть какая-то история, если лицо загорелое, если лицо беспроблемное. А вот с румянами абсолютно никакущая у меня дружба вышла. Они слишком яркие, они слишком шиммерные. Золото в них нереальное количество, смотрится просто как какая-то матреха. Я ими пользовалась, пробовала, давала им шанс, не верила до последнего, что мне совсем не подходит Orgazm от Nars. Но, к сожалению, не случился у меня с Nars оргазм, так что я больше не буду покупать данную прекрасную, отлично, кстати, оформленную коробочку. За это, конечно, большой плюс. Продолжаю сексуальную тему с вот этой тушью, которая называется Better Than Sex от Too Faced. С ней у меня случилось все. Мне с ней случилась такая любовь, что мне кажется, я больше ни на что ее не променяю. Это тушь, которая заменяет увеличение ресниц при помощи наращивания ресниц, при помощи накладных ресниц. Она дает нереальный объем и отличную длину. Один-два взмаха этой тушью и все, у вас нереально красивые ресницы. Я именно к таким ресницам, к такому эффекту стремлюсь. Мне очень нравится ее щеточка, она вот такая натуральная, не силиконовая, все в ней прекрасно. Единственное, мне достался пробничек, поэтому я буду покупать еще полноразмерную Better Than Sex. Это супер покупка моя под влиянием YouTube. И спасибо тебе большое, YouTube, что ты есть, потому что я познакомилась с этой потрясающей тушью от Too Faced Better Than Sex. Также благодаря YouTube у меня произошло первое знакомство с бальзамом EOS. Сразу скажу, что как бальзам, наверное, он не Carmex и он не папайя, от которой сейчас все сходят с ума. Но разве можно его не любить? Вот это маленькое такой круглюшочек у тебя в сумке лежит, вот у меня сейчас кокосовое молоко. Это полосатое чудо, у меня еще есть ярко-розовое чудо. Ну, очень приятно им пользоваться. Также оригинальная форма. У меня повышается настроение, когда я пользуюсь этим бальзамом. Девочки остаются девочками. Всегда приятно окружать себя эстетически красивыми вещами. Так что EOS для меня вот такая вот эстетическая конфетка, эстетическое лакомство, наверное. Ну и последний продукт, о котором я сегодня хочу с вами поговорить. И мне на самом деле очень стыдно признаться, что до YouTube я не знала и не пользовалась этим потрясающим и самым лучшим продуктом. Это вот такое самое обычное кокосовое масло. Не важно, какой оно фирмы, не важно, как оно расфасовано. Важно, что это самое лучшее средство, если вы хотите поддерживать свои волосы в красивом, здоровом состоянии. Также это отличное средство для кожи вместо крема для тела. И супер отличный продукт для загара. Если вы хотите получить очень красивый загар, то кокосовое масло вам в помощь. Я действительно до YouTube совсем не интересовалась такими штуками. Я пользовалась какими-то профессиональными средствами для волос. Но с тех пор, как в моей жизни появилось кокосовое масло, все с ног на голову перевернулось. Во-первых, я обожаю кокосовый аромат. Мне очень нравится, как оно пахнет. Я туда добавляю капельку эфиров, например, апельсин, либо мандарин. Получается шикарнейшая смесь. Наношу все на волосы и просто кайфую, получаю удовольствие. И одновременно забочусь о своих волосах. В общем, последний продукт, который я приобрела под влиянием YouTube, чему я безгранично счастлива, это кокосовое масло. И слава богу, что у нас есть YouTube, слава богу, что мы можем обмениваться информацией, учиться, познавать что-то новое. И приобретать такие интересные продукты, о которых мы, может быть, раньше вообще даже и не слышали, и не знали. Вот такая вот у меня продуктовая YouTube корзина. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы оставаться на связи. И увидимся еще в следующих видео. Пока!